Российская пропаганда не могла пройти мимо новости об отравлении жены главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марьяны. У кремлевских рупоров даже есть собственная версия этого покушения. В эфире одной из пропагандистских программ пропагандисты цинично заявили о том, что якобы Марьяну Буданову мог отравить ее муж. А может быть это вот муж к этому причастию? Есть такой Ричард Мур, начальник МИ-6. У него есть заместитель, честно, запамятую его фамилию. Так вот, была публикация о том, что у этого заместителя, начальника МИ-6, отношение с Будановым. Ну может быть, как бы, знаете, это же может быть в конце концов. У них же там своя романтика, блин. Впрочем, в эту чушь никто из присутствующих не поверил. Как заявил бывший глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратев в комментарии Радио Свобода, в организме жены главы украинской разведки Кирилла Буданова обнаружили тяжелые металлы, в частности мышьяк. По его словам, также пострадали несколько высокопоставленных работников Главного управления разведки. Они имеют одинаковые симптомы. Наиболее вероятной версией Кондратюк считает отравление. Однако он не знает, каким образом эти металлы могли попасть в организм. И отметил, российские спецслужбы никогда не останавливали в своих попытках уничтожить Кирилла Буданова, а также непосредственно сотрудников ГУР. 28 ноября стало известно, что Мариана Буданова стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и в военном деле. Также отравили несколько работников разведки. По данным Униан, Буданова проходит лечение в Украине. Впоследствии представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он говорит, что курс лечения жены Буданова почти завершен. КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 КОНЕЦ ФИЛЬМА